В Государственной Думе я представляю Комитет по энергетике. В будущем, в 2023 году, правительство планирует утвердить новую редакцию энергетической стратегии нашей страны на период до 2035 года. Мы уже сейчас понимаем, что в структуре энергетического комплекса доля атомной генерации и значение атомной отрасли будет возрастать. Поэтому для меня, как представителя законодательного органа власти федерального уровня, чрезвычайно важно понимать, чем живут сегодня атомные города. Какие вопросы, позволяющие повысить эффективность регуляторной политики и для улучшения качества жизни, для создания оптимального инвестиционного климата, для модернизации социальной инфраструктуры, поднимают и руководство этих городов, представители корпораций Росатом, жители, которые там постоянно находятся, которые трудятся на предприятиях Росатома. Я знаю, что основные изменения в законодательстве, которые создавали преференционные режимы для территории опережающего развития, принимались уже около 20 лет назад. Это изменения касались и целого ряда кодексов, и федеральных законов. И считаю, что сегодня настало время провести ревизию для того, чтобы действительно понять, какие новеллы мы на федеральном уровне должны обсуждать, и какие решения управленчески необходимо принимать. Вчерашнее участие в «Кругом столе» позволило мне сформировать, я считаю, такую полную и всестороннюю оценку происходящих событий, понять, чем сегодня живут атомные города, какие задачи они ставят перед собой, каковы приоритеты. И мы договорились, что вот это сотрудничество будет продолжено на постоянном системном уровне, и в тесной кооперации между Госдумой и Росатомом мы будем предлагать те решения, которые действительно позитивным образом скажутся на жизни людей, которые находятся на территории, проживают в закрытых административно-территориальных образованиях в атомных городах. Спасибо. Спасибо.